Музыка Пришло время защитить кузов автомобиля от воздействия агрессивной среды. У водителей есть такой термин – подшламовая коррозия. Это вид, ускоренный по сравнению с расчетной коррозией. Коричневый кисель снега, льда и грязи на наших дорогах и является ускорителем процесса ржавления. Приостановить его можно с помощью антикоррозийных мероприятий. Их можно проводить как на новых авто, так и на машинах с пробегом. У нас есть специальные материалы, которые убирают ржавчину. Убираем ее вручную, потом проливаем специальным составом. То есть даже если машине 10 лет, имеет смысл ее обработать. У нас такая агрессивная среда на дорогах. И вот эти материалы, они рассчитаны как раз продлить срок службы автомобиля на долгие годы. Можно самостоятельно обработать кузов на рынке автохимии масса средств для антикора. Вопрос в том, насколько долго хватит таких домашних мер и насколько они эффективны. При обработке стоит учитывать три вещи. Это подготовка автомобиля. То есть мы поднимаем автомобиль на подъемнике, тщательно его моем мощными аппаратами. Второй момент – это материал. Должен быть хороший материал. На рынке много материала, которые не соответствуют заявленным качествам и характеристикам. Ну и третий – это специалист. Он уже знает, куда залить, на какие места уделить больше внимания. Материалов для обработки много. Классический антикор дает гарантию на автомобиль 3-4 года. Более мощные средства рассчитаны в среднем на 6 лет. Тут как акдезия с металлом. Чем выше акдезия с металлом, тем больше срок службы. Акдезия – это проникновение материала в металл. Обрабатываются днища и арки автомобиля и все скрытые полости. Скрытые полости – это пороги изнутри, двери изнутри, подкапотное пространство. Все места, которые подвержены коррозии, где может стоять влага. Антикоррозийная обработка одного автомобиля в среднем в нашем городе обойдется в 12 тысяч рублей. Чем больше машина, тем дороже. На цену влияет и качество материала. Разница при выборе средств иногда может составлять до 3 тысяч рублей.